Указом президента в августе 2021 года к Сарову присоединили новые территории – части Вознесенского, Дивеевского и Темниковского районов. Так возникла необходимость в разработке нового генерального плана города. Проект должен был пройти публичное слушание, а окончательный вариант администрации необходимо представить к июню этого года. Проблемой в настоящее время развития города является полностью исчерпание всех земельных ресурсов. И поэтому это является достаточно серьезным сдерживающим фактором развития территории. Соответственно, с учетом ранее разработанной концепции, проектом генерального плана предусмотрено увеличение численности населения до 123 700 человек. Генеральным планом предусмотрено отведение территорий под перспективное жилищное строительство. Основная доля данных территорий предусмотрена размещать в северной части присоединяемой территории. Более 96% предусмотрено под многоэтажную жилую застройку. Под эти цели отведено 319 гектаров. Здесь можно построить более 2 миллионов квадратных метров жилья. Предусмотрено и создание новых социальных объектов, в том числе школ и детских садов. Предусматривается размещение двух поликлиник, увеличение мощности существующей поликлиники с учетом произведенных расчетов, потому что в связи с увеличившейся численность населения может возникнуть дефицит. В том числе предлагается увеличение автопарка существующей станции скорой помощи. Для развития инфраструктуры, для занятий спортом проектом генерального плана заложено размещение двух физкультурно-оздоровительных фоков, строительство зданий лыжной базы, а также строительство спортивной площадки вокруг спортивной школы Саров. Также проект генплана предусматривает строительство здания городского музея, центра культурного развития и детской библиотеки. Помимо присоединения территории, в генеральный план добавили новые объекты, в том числе там появилась дорога, проходящая через Саровскую ривьеру. Предполагалось, что она будет проходить с улицы Советской до проспекта Музруково, таким образом срезая угол театра. Однако наличие такой дороги вызвало возмущение всего микрорайона. Письма с подписями «Против» отправили в администрацию жителей улиц Музруково и Казамазово. В том числе в одном письме было 120 подписей. Дороги не будет. Проезды никто там не планирует. Это даже не регулирование генерального плана. Мы плотнули со спортивной площадкой школы. Мы ничего еще раз повторяем. Дорогу мы немножко лично нарисовали, сознаем, что мы ее любим. Проезды мы даже не думаем. Это не регулирование. Мы предлагаем когда-нибудь исключить вообще любого рода проезды там. Катикальности. Ничего. Катикальности. Ничего, строительство все равно и должно быть там. Жилищного комплекса обеспечивает парковку личного транспорта жителей Саровской рельефы. При этом не блокируются проезды, обеспечивают проезды тяжелой техники муниципальных служб. И также свободно будет проезд обеспечен автомобиль специального назначения. Там пожарные, скорая помощь, ученицы и полиция. Также жители отметили, что есть проблема въезда в жилой комплекс. Со стороны Музруковой предложили реструктуризировать перекресток строителя Захарова-Музрукова. Предложение добавили в протокол для дальнейшей проработки. Еще один вопрос, вызвавший бурные обсуждения, касался дороги между таунхаусами в 22-м микрорайоне и школой 11. Местные жители высказались против, но проект планировки на эту территорию, по словам Михаила Кашпаева, утвержден. Там не дорога, а также проезд, потому что даже сама эта школа запроектирована, вся техническая часть выезд на проезд. То есть какой-то там красивый пешеходный бульвар, а из дела пока не подставляется. Она уйдет с генерального плана, скорее всего, как дорога, но останется как проезд, который запроектирован ранее. Нам сколько нас людей собрали? Мы в прошлый раз 400 подписей собрали, принесли. Мы все равно эту дорогу поставили в генеральный план. Все равно вы отзывали деньги, но давайте мы... Надо сколько? Тысячу привезти людей? Или как? Эта дорога была, присутствовала, и она является частью транспортной инфраструктуры города. То есть мы понимаем, выделяя ваше желание рядом со своими домами не иметь транспортной какой-то структуры, но для нужда обеспечения города это не необходимо. Горога и этот сквер, они как были генеральным планом, сегодня действующим как-то новым. Кроме того, жители предложили предусмотреть создание инфраструктуры для велосипедистов, увеличение числа парковок, решить вопрос с выделением участков для многодетных, уделить больше внимания созданию комфортной городской среды для инвалидов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.